Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск новостей на телеканале ОТВ Серпуха в студии Ирина Баракина. Безопасность пассажиров превыше всего. Инспекторы ДПС напомнили водителям рейсовых автобусов об их ответственности за жизнь каждого человека. Мы выходим с предложением, с рекомендацией устанавливать в виде регистратора. Один случай у нас есть, что переквалифицировали вину пассажира, а не вину водителя. Гимназия номер один отпраздновал 30-летие, а завод «Металист» отметил свой день рождения. Ему исполнилось 72 года. Мы принимаем эстафету у старшего поколения. В начале выпуска о главном событии в городе в Серпухове выбрали главу города и председателя Совета депутатов. На состоявшемся заседании городского парламента были озвучены результаты конкурса на должность главы города. Комиссии было выдвинуто несколько кандидатур. Единогласным решением 25 членов Совета депутатов избрали руководителя муниципалитета Дмитрия Жарикова. Хочу заверить и депутатский корпус, и всех серпуховичей, что буду работать на результат, буду работать на благо жителей нашего города. И сделаю все возможное для улучшения уровня и качества жизни граждан. Спасибо еще раз за отказанное доверие. Также единогласно председателем Совета депутатов тайным голосованием был избран Игорь Ермаков. Должность заместителя председателя занял Михаил Шолдуков. В автоколонии 1790 прошла одна из самых крупных в регионе за последнее время конференции. На то были свои причины. Только в начале года было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием рейсовых автобусов. Сотрудники ГАИ провели лекцию на тему о том, как обезопасить пассажиров. Подробности в нашем материале. ДТП с участием рейсовых автобусов в последнее время происходит с незавидной регулярностью. Где-то подрезал, где-то вовремя не среагировал, а тут вообще проехал на красный. На встрече с автоперевозчиками инспекторы ДПС не лукавят, когда говорят, чтобы водители думали в первую очередь о тех, кого они везут. По сравнению с предыдущими годами наблюдается тенденция роста именно по вине водителей дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли либо пострадали люди. Поэтому это было инициировано для того, чтобы как-то узнать причину, может быть, донести до людей, как правильно действовать в той или иной ситуации. В целом с инспекторами дорожного движения водители согласились, безопасность пассажиров превыше всего. Есть случаи, когда люди сами виноваты, не держатся за поручень, как результат падения. Мы выходим с предложением, с рекомендацией устанавливать видеорегистратор. Один случай у нас есть, что переквалифицировали вину пассажира, а не вину водителя. Из-за того, что не санкционированно пассажир себя вел, не держался за поручень, то есть и пренебрегал простыми правилами поведения в автобусе. По статистике ГАИ чаще всего в салонах падают люди пожилого возраста, в большинстве своем. Это льготники, которые пользуются услугами государственного перевозчика. Чтобы обезопасить их от травм, руководство автоколонны требует от водителей максимального внимания. В автоколонне 1790 есть отдел безопасности дорожного движения, который ежедневно выезжает на линию, в любое время суток контролирует наших водителей, которые работают на линии, выявляет все недостатки, нарушения правил дорожного движения. Алексей Пронкин перевозит пассажиров вот уже 15 лет. Современные автобусы говорят не то, что раньше. Тут все сделано так, чтобы человек не чувствовал дискомфорт во время движения. Самое главное в нашей работе, чтобы пассажир сел, комфортно доехал, и у него голова как бы ни о чем не думала. О безопасности, чтобы ему там холодно или жарко было. Для этого в автобусе климат-контроль установлен. Когда выходим на трассу, стараемся пользоваться круиз-контролем, чтобы не было там рывков каких-то, торможений, чтобы движение было плавным. Повлиять на качество перевозок могут и сами пассажиры. В автобусах есть стикеры с подробным описанием, что делать, если водитель нарушает правила дорожного движения. Для этого достаточно сделать фотографию и выслать информацию на указанный электронный ящик. Сотрудники ДПС надеются, что такой комплексный подход поможет снизить количество ДТП в будущем. Андрей Иванов, Даниил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ, Сербхов. Зимние шины стали обязательны с этого года. Теперь это четко рекламентировано в кодексе для автомобилистов. Но среди водителей споров на эту тему меньше не стало. Стоит ли наказывать их рублем, если вовремя не успел переобуть свой автомобиль? И носит ли новый закон обязательный характер, разъяснил командир 8-го батальона ДПС Сергей Кабанов. На самом деле это не закон о зимней резине. На самом деле это закон о безопасности колесных транспортных средств, которые вступили изменения в этот закон с 1 ноября 2015 года. В частности, говорится о том, что водителям транспортных средств, использующих зимнюю резину, запрещается эксплуатировать транспортное средство с шипованными колесами в летний период. Июнь, июль, август. И запрещается использование летних шин в период времени в декабрь, январь, февраль. Больше, собственно говоря, серьезных изменений по поводу использования зимних резин не предусмотрено. Водители могут быть наказаны за использование зимней резины высота протектора, который не превышает 4 мм. Или летние резины более-менее 1,6 мм. Проверить использование правила зимней резины имеет право любой инспектор при наличии у него соответствующей линейки, прошедшей соответствующую поверку и стоящей на балансе у подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Только в этом случае инспектор, измерив высоту протектора, может привлечь водителя к административной ответственности, если она не соответствует установленным параметрам. Старейшее градообразующее предприятие «Металист» отметило свой день рождения – 72-ю годовщину. На торжественные мероприятия побывала и наша съемочная группа. От гранаты до ракеты диапазон продукции завода «Металист» за 72 года претерпел большие изменения. Одно из основных предприятий страны, выпускающих продукцию для оборонной космической промышленности, не стоит на месте и сегодня. Технологическое переоснащение завода требует усиления кадрового состава. К работе привлекаются молодые специалисты. Антон Терлюк – мастер третьего цеха, отработал на заводе уже 8 лет и стал одним из тех, кого приняли на торжественном мероприятии в ряды Союза машиностроителей России. По моим наблюдениям, молодежь уже приходит с патриотическим настроем работать на оборонном заводе. Мы принимаем эстафету у старшего поколения. Работая здесь, мы вносим свой вклад в развитие оборонной способности страны. Металисты славятся своими традициями. Одна из них – преемственность поколений. От ветеранов – молодёжи, от отца – сыну. На заводе трудятся немало династий. Поздравить заводчан с днём рождения пришли их дети и внуки. Чётко и слаженно завод работает во многом благодаря директору завода Сергею Анищуку. Ему присвоен почётный знак «Заслуженный ветеран Подмосковья». Грамоты и благодарственные письма лучшим специалистам завода вручил начальник управления по персоналу акционерного общества высокоточной комплексы Анатолий Бамзуров. Елена Киселёва, Александр Поваляев, Ольга Волкова. Общественное телевидение «Серпухов». Гимназия номер один отметила своё 30-летие. Поздравить юбиляров приехали представители администрации города, областной думы, директора школ города и общественности. От наград и кубков не хватает места на столах, а в зрительном зале десятки человек с цветами и подарками. В честь юбилея коллектив гимназии ещё раз вспомнил о своих достижениях и встретил гостей. Гимназия номер один – бренд серпуховского образования. Об этом своей речи с уверенностью заявляет заместитель главы города по вопросам культуры, спорта и работы с молодёжью Римма Карпова. Вот в этой системе образования нашего города, конечно, ваше учреждение, оно, безусловно, во все года являлось своеобразным брендом, своеобразным знаком качества. И это, можно сказать, и по подготовке по образовательным программам, и по воспитательным, по всем вашим участиям, по конкурсам, по всем вашим призовым местам. Это, безусловно, очень и очень важно. Работа гимназии – это 30 лет труда, достижений и побед. С 2002 года учебное заведение практически ежегодно становится победителем областных и городских конкурсов. Даже сегодня в торжественной обстановке не перестают вручать грамоты и благодарственные письма заслуженным педагогам. Но на этом никто останавливаться не собирается. В самых искренних пожеланиях от гостей ещё десятки лет плодотворной работы. Молодёжь Серпухова массово признаётся в любви к Есенину 5 ноября в честь 120-летия со дня рождения поэта педагоги и ученики колледжа организовали крупные мероприятия. Во дворце торжеств «Центральный» читали, слушали и даже пели стихи романца известного русского писателя, любителей творчества Есенина. Собралось более ста человек. И это далеко не последний творческий фестиваль, подготовлен учебным заведением, который можно будет увидеть в этом году. Мы планируем сейчас конкурс, посвящённый Константину Симонову. Если говорить о мероприятиях, которые будут в ближайшее время, это, конечно, мы будем освещать битву под Москвой, то есть патриотическая направленность нашей деятельности. А к этому часу это все новости. С вами была Ирина Баракина. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok